кто не видел на наших дорогах восьмерку. Но могу поспорить, что такую вы вряд ли встречали и даже не знаете о ее существовании. Это Лада Сэма Афан, почти кабриолет. Всем известный ВАЗ-2108 был по-настоящему популярен в Европе. В 80-е все хотели себе небольшие хэтчбекы, и в СССР точно уловили веяние моды. Но как из советского зубила получилось это. Немецкое подразделение Deutsche Lada изначально просто дорабатывало экспортные машины, ставили радио, другие диски, элементы салона, а затем они поняли, что европейцы любят прокатиться с ветерком, но не готовы много за это платить. В 1988 году привлекли специалистов завода Боус и буквально с помощью болгарки и сварки создали это детище. Вносить в конструкцию кузова серьезные изменения не хотели, да и жесткость потерять опасались. Отпилили по стойке, а все, что осталось после такой операции, накрыли пластиком и тканью. Получилось лондо, тип кузова, с открывающимся над задними сидениями верхом. Крыша на кнопках и отстегивается, понятное дело, вручную. Она выполнена из ткани, стекла, из прозрачной плотной пленки. Под капотом 1,5-литровый карбюраторный мотор на 72 лошадиных силы, но были и куда скромнее агрегаты, чтобы налоги не так по карману били. Салон обычный, типично вазовский, в серой палитре. Изнутри хорошо видна псевдодуга безопасности. Стартует машина резко, дерзко, рулится хорошо. А вот обзорность посредственная. И вообще, есть ощущение, что вся эта палатка на голову давит. Ну и шумно, конечно, все поскрипывает. 150 км в час, машина осилит играючи, да и быстрее сможет. Дорогу держит привычно тело помнит, как рулить зубилом, даже таким нарядным. И вообще, фан не про езду, а про покрасоваться, так что на дороге на вас точно будут оборачиваться. Псевдокабриолет пришелся европейцам по душе, выглядел он интересно, а стоил недорого. Некоторые из этих автомобилей в 90-е годы вернулись в Россию и страны СНГ. Сколько таких машин сделали в Deutsche Lada, сказать сложно то ли несколько сотен, то ли пару тысяч штук, данные разнятся. В любом случае, осталось их очень-очень мало, но тем интереснее знакомиться с уникальными образцами инженерной советской мысли. Субтитры создавал DimaTorzok